Ну вот, в сериале «След» я снималась, «Учитель в законе», «Кулагины партнеры», «Морские дьяволы 4» вот сейчас выходит в сериал. Я почему вы думаете со мной? Почему я должен? По-другому. Как вы со мной, да не я. Не надо меня? Вы сами успокойтесь тоже. Ребят, ну это не дело. Вы меня довели просто. Ну я отпросился с репетицией. В 4 часа я должен был здесь. Я был в 4 часа. Время 6 уже. Ну что это такое? Что происходит? У меня что ли, дел что ли других нет? У меня тоже жизнь идет какая-то. Извините меня, девушка. Так, ребята, это не профессионально. Это не профессионально. Да нет, да хорошо, мы не против. Присаживайтесь. Девушка, большое спасибо. Извините меня, пожалуйста. Ради бога. Ну правда, ну. Вы меня, простите ради бога, что я так. Ну да, понятно. Мы можем снимать, да? Можем? Извините, ребята. Нет. Пожалуйста, расскажите о вашем опыте работы. Вы работаете в театре? Да, да. Ну в театре, ну что тут, что тут? У меня детский спектакль, что тут расскажешь? Ничего особенного интересного нет. Ну хорошо, тогда может быть и кино. Ну я снимаюсь очень-очень много. Я бы дошел к катастрофически много. Я прошу прощения, но как-то вот ваше лицо мне пока не кажется знакомым. Ну я понимаю, я понимаю. Я снимаюсь в основном за границей. Польша, Чехия, Дания. Сериал в Швеции. Вот. Вот сейчас буквально прилетел из Польши. Снимали полный метр. Съемки были очень такие тяжелые, именно психологические. Поэтому я так на взводе. Ну я там играю смертельно больного композитора, который пишет ораторию. И он там встречается по сюжету с однокашником, с другом детства, и влюбляется в его жену. Вот. Ну и жена со мной изменяет ему. И он меня убивает, сжигает заживо, но на похоронах все-таки исполняет мою ораторию. Да, любопытно. Да, сцена была эротическая. На верфи брызги, люди какие-то ходят. Ну идет такая повседневная какая-то жизнь, а тут какой-то росток. Ну вот, в Швеции сериал. Уже два года снимаем. Это меня здесь не узнают. В Швеции каждая собака знает, приветствует. По сюжету играю агента КГБ. Такой, такой мрачный тип. Ну, нуар такой. Алкоголик. Убийца брата. Нет, там что зацепило. Там он, он через вот это убийство приходит к Богу. Ну, там такие какие-то сложные моменты. Он верит, что, что брат вот за все свои мучения все-таки в рай попал. Смешно вышло. Я вот только прилетел, завтра улетаю в Корею на фестиваль. Там фестиваль проводят документального кино. Я вот представляю как раз русскую документалку. Там маджахеды насилуют русскую телефонистку, а я так расследование провожу. Вы меня простите, ради Бога. Да нет, ну это, наверное, мы должны как-то попросить у вас прощения. Ну ладно, ну ладно, все там, все нормально. Я все понимаю, все нормально. Да, просто, видите, тут такая возникает проблема. Наша картина рассчитана на европейский прокат. Да, так, так, так. И мы хотели как раз взять неизвестных европейскому зрителю российских актеров. Ага, ага. У нас история происходит на тропическом острове после кораблекрушения. Ага. И нам хотелось достигнуть ощущения документальности, чтобы лица были неузнаваемые. А, видите, как с вашим киноопытом в Европе, наверное, наверное, нет. Да. Я, блядь, в жизни никогда не снимался и, блядь, до гроба, как штопанный гондон, сниматься не буду. Я играю в уебищном детском театре кота-пидора с огнольного Буратино и предводителя, блядь, командчей. У меня в карманах дыры, жена недавно ушла к помрежу. Я в кои-то веки вас наебать решил. На тебе, тут та же самая поебень, блядь. Ой, проклятие на мне какое-то, блядь. Мне еще Марья Васильевна, блядь, в институте сказала. Послушай, ты сидишь тут. Вот тебе неизвестные актеры нужны, да? У меня, блядь, полная записная книжка этих неизвестных актеров, блядь. Если я сюда их приведу, они эту ебаную студию слезами зальют. Они же как дети малые, как котята брошенные. Они же ждут, когда им руку подадут и выведут их на свет. Ты понимаешь, и роличку дадут. Пусть хуй с ней, пусть самую малюсенькую роличку на свете, блядь. И денег, чуть-чуть совсем. И они купят себе пожрать, даже рака, роллтона, хлеба, водки. И им станет чуть потеплее, полегче. А их эпизодик заметят. И дадут еще роль, но уже побольше. И они купят себе и вина, и оливок, и носки новые, и майку, и две курточки, и родителям отошлют. И с алиментами с этими рассчитаются, и на машину отложат. А потом еще роль, но уже большая, главное. И все, уже узнавание, уже успех. И люди берут автографы у тебя, и печатают тебя на обложках, и зовут в телевизор на коньках кататься. И отдыхать за границу, и спать с моделью. И ездить с шофером. Вот что такое надежда. Я неизвестный актер. Вот он, я неизвестный актер. Вы нам подходите, мы вам позвоним. Да ладно, блядь, позвоните вы. Никогда вы, блядь, не позвоните. Что, я не знаю, что ли, блядь, позвонят они. Ой, ну вы уж меня, извините, я тут наговорил. Да все у меня нормально, все у меня в порядке. Играю в «Похитителей мышат, кота Василия». Роль очень сложная, очень интересная. Я там пою и танцую. Музыку сами написали, кстати, ребята. Да. Вся труппа с таким вдохновением, с таким счастьем играет этот спектакль. Буратино, Буратино уже 10 лет идет. Каждый раз полные залы, во все праздники, во все. У меня Буратино другой. Не такой, что ли, не такой глупый. Ну, в фильме он просто тупо, оптимист такой, да. А я все-таки приношу нотку какие-то раздумий. Предводитель Каманчо у нас там в спектакле «Маленький пони». Я на нем прямо выезжаю. Я чую, блядь на лицах, запах. Да, это очень любопытно. Мы вам позвоним. Слушайте, может, зря я про кота-то рассказал? Да нет, почему? Это очень любопытно, и вы раскрылись с какой-то неожиданной стороны. Ладно. А, я же еще эти, фотографии же привез, там, из спектаклей, там, все. А, гитару же привез с собой. Я же сам песни писал для кота Василия. Сейчас, сейчас. Мазки! Господи Иисусе! ПО